Хочу летать Хочу летать Хочу летать Он поступил сначала в аэроклуб, а затем в летное училище В небе Научиться летать непросто Сначала будущие летчики изучают самолет на земле Потом вместе с инструктором поднимаются в воздух И тот долгое время учит их управлять самолетом Только после этого им доверяют летать самостоятельно Научившись хорошо управлять учебным самолетом Юрий перешел на более быстрый, реактивный Когда пролетает такой самолет, нескоро его и заметишь Он не слышно, словно птица Промчится над тобой и скроется уже за ближайшим лесом Только после этого донесется грохот реактивного двигателя Это значит лететь быстрее звука Юрий окончил летное училище И его послали на север Охранять воздушные границы нашей страны Уже были запущены первые спутники Земли Сначала с научными приборами А потом уже и с собакой лайкой Потом высоко в космос летели на ракетах собаки Малышка, Альбина, Белянка, Отважная Летали на ракетах кролики, Морфуши, Звездочка Мыши и даже мухи Юрий тогда не знал еще, что совсем скоро может полететь и человек И огорчался, думая, что это случится, когда он уже будет старым Но однажды его вызвал командир и спросил «Хочешь лететь на ракете в космос?» «Конечно», — ответил Юрий Но лететь в ракете хотел не только Гагарин, но и многие другие Врачи внимательно и придирчиво осмотрели их всех И отобрали лишь немногих, самых здоровых и выносливых Среди них был и Юрий Гагарин Необыкновенная школа В отряд будущих космонавтов Юрий Гагарин прилетел на самолете Ему не терпелось узнать, где и как они будут заниматься Школ у нас очень много, и все они разные Но а школа летчиков-космонавтов, какая она? Ведь таких школ еще не было Это была первая В классах на столах было множество хитрых приборов Их нужно будет всем изучить В шкафах много книг, учебников В спортивных залах разные кольца, брусья, батут, сетка для прыжков Был и бассейн для плавания и вышка Павел Романович Попович сказал, что придется прыгать не только с этой вышки Будущим космонавтам надо будет сделать много прыжков с самолета на парашюте Брынуть придется днем и ночью, опускаться не только на землю, но и на воду Тренировки Чтобы лететь в космос надо много знать И будущие космонавты снова взялись за учебники Надо было изучить, как работает ракета и все приборы, установленные на ней Научиться управлять ракетой Надо было изучить звездное небо, чтобы знать, где какая звезда находится И многое-многое другое И надо было очень много тренироваться Космонавты – народ крепкий, выносливый Все они спортсмены, каждый день занимались гимнастикой Бегали, прыгали, плавали, играли в баскетбол Но это мало Лететь в ракете во много раз труднее, чем на самом быстром самолете Поэтому еще на земле летчиков-космонавтов приучали ко всем трудностям полета Будущие космонавты прошли гораздо больше испытаний Их сажали на специальное кресло, пристегивали ремнями И машина, похожая на карусель, крутила их со страшной быстрой вверх-вниз, туда-сюда Так что летчик-космонавт был то на боку, то вниз головой То не поймешь как Кувыркался, как придется Ракета, когда взлетает, очень сильно дрожит И чтобы привыкнуть к этой тряске, космонавты тряслись в машине В вибраторе, да так, что зуб на зуб не попадал А когда они пытались говорить, то первое время, пока не привыкли Вместо слов у них получалось какое-то бормотание А вот и новое испытание Летчик привык к простору, а тут его поместили в тесной комнате Куда не проникал ни один звук, даже часы шли молча Ведь когда часы тикают, они вроде как живые И с ними ты уже словно не один, а вдвоем А этого не полагалось Дневной свет в комнату не проникал Горела лампочка, время шло, а дверь все не открывалось И по-прежнему ни звука Хоть бы мышка пробежала или комарик пропищал Скучно без друзей, без родных Но ведь и в космосе будешь один Только радио свяжет тебя с землей Надо привыкать Поехали! Лететь должен космонавт номер один Юрий Гагарин Проводить его в небывалый полет Собрались ученые, конструкторы, инженеры Те, кто создал этот замечательный корабль Все были очень взволнованы Каждому хотел сказать космонавту доброе слово Пожелать удачи В кабине космического корабля было тихо Все, что осталось там на земле Да и сама земля Стало чем-то очень далеким Он сел в удобное кресло Перед ним были приборы, кнопки, ручки управления Все были ему давно знакомы Точно в такой же кабине он провел много часов тренировок Три круглых окошка иллюминатора Были закрыты специальными шторами Там наверху, когда он взлетит, он их откроет По радио сообщили, что до взлета осталось 10 минут 5, 2, 1, взлет Тысяча голосов взрывел двигатель Ракета задрожала Поехали, крикнул Гагарин Те, кто наблюдал со стороны, видели, как из-под ракеты вырвался огненный вихрь Пламя окутало почти всю ракету Она медленно, словно раздумывая, лететь или не лететь Оторвалась от бетонной площадки Потом, как бы решив, что надо лететь, рванулась ввысь И в одно мгновение расстояла в голубой доле Это произошло 12 апреля 1961 года Первый в космосе Ракета несла все дальше и дальше от Земли Юрий Гагарин полонежал в кресле Не в силах даже пошевелиться Чем быстрее мчалась ракета, тем сильнее выжимала кресло Тело вдруг стало невероятно тяжелым Руки, ноги, каждый палец стали не своими Словно отлитыми из чугуна Прошла всего лишь минута полета А Гагарину казалось, что он летит целый час Грудь сдавила, дышать стало трудно А с Земли параги уже спрашивают Как себя чувствуешь? Надо ответить Но сказать хоть одно слово тоже непросто Трудно даже открыть рот И все же Гагарин нашел в себе силы Ведь недаром перед полетом он столько тренировался У меня все в порядке Все в порядке, передал он Лечу нормально Чувствую себя хорошо И вдруг стало тихо Это перестал работать двигатель Но корабль по-прежнему мчался с огромной скоростью Кабину больше не трясло И кресло прижимало все меньше Неожиданно Юрий почувствовал Что его приподняло над креслом И тело его ничего не весит Он поднял руку Она так и осталась приподнятой Поднял ногу Она не опустилась А вот в космическом корабле все стало невесомым Захотел Гагарин записать в бортовой журнал свои наблюдения Посмотрел, а карандаша на месте нет Он плывет по кабине Подбросил журнал И тот повис в воздухе Не есть, не пить Гагарину еще не хотелось Но надо было попробовать Ведь еда в космосе тоже ничего не весит И как знать, может ли он ее проглотить А что если в горле застрянет На земле попробовал есть вниз головой Стоя на руках Получалось Ну а тут Пища у Гагарина была специальная Космическая Из тюбика В каких обычно бывает зубная паста или вазелин Он выдавил прямо в рот мясное пюре Проглотил Тогда из другого тюбика выдавил фруктовый джем А потом смородиновый сок Все проглотил без задержки Вот только когда он пил сок Нечаянно пролил несколько капель И они черными ягодками Поплыли по воздуху Он не спеша поймал их И в рот То видно из окошка Глянул Гагарин в окошко на землю Красота необыкновенная Теперь корабль летел вокруг земли И с высоты в 300 километров Были видны моря Острова на них Поля и леса И все разных цветов и оттенков Короткие космические ночи Не прошло и часа, как Гагарин увидел зарю Ну как бы восход солнца В космосе заря выглядит не так, как у нас По краю черной ночной земли Шла ярко-оранжевая полоса А дальше все цвета Зеленый, голубой, синий, фиолетовый Вы когда-нибудь видели радугу? Обычно она бывает после дождя Тучка уже прошла И дождь идет где-то в стороне Вот тогда-то и вспыхивает на небе разноцветная дуга Красиво? Примерно так и выглядит космическая заря Только горит она на черном небе Много всяких чудес увидел Гагарин Обо всем он передавал по радио Записывал в бортовой журнал Ведь ученым так надо много знать Снова земля Облетев вокруг света Ракета пошла на снижение Карандаш, бортовой журнал Все, что до сих пор пролвало по кабине Мягко легло на пол И Гагарин уже не висел над креслом Его, как и при взлете Стало все больше и больше прижимать к сиденью Корабль летел уже в воздухе И быстро нагревался Вот от трения быстро летящего корабля в воздух Верхняя оболочка корабля раскалилась Сквозь окошко иллюминатора Гагарин видел багровый свет пламени Оно, как и поверхность корабля Не боялось огня Снаружи бушевало пламя А в кабине по-прежнему было только тепло Как и у нас в комнате Скорость корабля быстро уменьшалась Прибрежался конец необыкновенного полета Гагарин выполнил все, что ему было поручено Как-то не верилось Неужто ли он Юрий Гагарин Только что облетел вокруг Земли Может ему все это приснилось Или он просто в кино увидел Землю издалека Черное дневное небо с яркими звездами Ну нет Ведь он сидит в кабине космического корабля И на его пускает из пустынного космоса Оттуда, где до него не бывал ни один человек Юрию представились лица его друзей Конструкторов, ученых Все, кто провожал его в этот полет Кто теперь с напряженным вниманием ждет благополучной посадки корабля Восток А сколько людей по всей стране ждут удачного завершения полета Внизу бежали поля, перелестки Он сразу узнал Волгу Маленькие, словно игрушечные домики Саратова Ведь здесь, несколько лет назад, он учился летать на самолете Ему было особенно приятно, что именно сюда он возвращался из космоса Корабль опустился на спаханное поле Земля, вот она, мягкая, пахучая Ее можно погладить ладонью, обнять Сколько лет он ходил по ней А мальчишкой даже сам пахал ее Но никогда еще она не была ему такой родной, как в эту минуту Тут прибежали работавшие в поле трактористы Приехали на автомашине солдаты Прилетели на вертолеты еще военные Все обнимали космонавта, поздравляли На перебой спрашивали, как он себя чувствует Как там в космосе? Страшно было? Что он видел? Кто из военных помог Юрию снять скафандр? И он, оставшись в легком голубом кабинезоне, снова стал земным А совсем неподалеку стоял космический корабль «Восток», целый и невредимый Хоть бери его и лети снова Веселый ручей во вражке пел ему песню победы Пел звонко, словно и он радовался вместе с людьми